Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет достаточно часто приходят вопросы, так или иначе, касающиеся подрастающего поколения. И вот один из таких вопросов звучит следующим образом. Как быть, если у моего сына подростка приступы депрессии, уныния, ему не хочется жить, ни с кем не хочет общаться? Как помочь в этой ситуации? Очень сложная ситуация и, к сожалению, очень актуальная. Конечно, подрастающее поколение сейчас предоставлено самим себе, а если быть более точно, виртуальному миру компьютерных игр. А там дети и подростки учатся как раз тому, что повергает их, в том числе, в уныние и печаль. Если бы дети вернулись ко Христу, то Господь знал бы, как утешить, как наполнить их жизнь радостью. Вы знаете, чтобы отвечать мне не от себя, дорогие друзья, я зачитаю вам письмо святителя Николая Сепского Велимировича, выдающегося богослова XX столетия. Вот как он ответил на примерно подобный вопрос, конечно, в то время, когда испятитель Николай писал свои миссионерские письма адресатам своим, не было, слава Богу, интернета и, по крайней мере, не было компьютерных игр, которые как раз и насаждают в сердцах детей все самые низменные страсти. В первую очередь гордыню, эгоизм, иллюзию того всемогущества, там в этой игре «ты царь и Бог, ты господин положения», а потом, когда подросток или ребенок сталкивается с реальностью, он видит, что совсем все не так. И вот поэтому несвойственное, казалось бы, детской душе и детскому такому невинному возрасту уныние, печаль и депрессия наблюдается у подростков. Зачитаю вам это письмо, письмо 228-е, о воспитании малых и старых. Пишите, что очень любите детей за их удивительное чувство благодарности, которое у взрослых изрядно притупилось. Приводите примеры. Приведу и я один пример. Митрополит Петербургский Исидор часто рассказывал о том, как, будучи ребенком, нередко ходил босой. Некий человек жалился над ним и купил ему за пять копеек лапти. Это малое благодеяние настолько запечатлелось в душе будущего митрополита, что он спустя 50 лет, уже став священником, а затем иерархом, постоянно молился о своем благодетели, которого звали Петр. Пишите, что сострадаете детям в эти тяжелые времена, когда детскую душу повсюду подстерегают соблазны. Система ценностей пошатнулась, кругом противоречия. Все это словно ледяной ветер порнзает детскую душу и в школе, и дома, и на улице. К этому письму святителя Николая можно было бы добавить еще и в виртуальном мире компьютерных игр. Вы размышляете о создании новой педагогической системы, которая защитила бы детей от всех современных соблазнов и искушений. Однако Господь сказал, «Если не обратитесь и не будете как дети, не сможете войти в Царствие Небесное». Это цитата из Евангелия от Матвея, 18 глава, 3 стих. Очень известное место из Святого Евангелия. То есть Господь подчеркивает необходимость воспитания не детей, а взрослых. И показывает способ их воспитания. Совсем простой способ. Брать пример с детей. Именно детской простоты, детской невинности, детской чистоты, детской непосредственности и детской благодарности. Но Он сказал и о том, как следует воспитывать детей. Тоже очень просто. «Пустите детей приходить ко Мне», говорит Господь в Евангелии от Матвея, 19 глава, 14 стих. То есть «пустите детей ко Мне». «Пусть только придут к Нему, а их воспитание – Его дело». Единственная задача родителей – пустить детей к Нему. «Итак, пустите малых приходить ко Христу, и старых к Нему пустите. Дети в присутствии Христа, своего лучшего друга, не только научатся, но и окрепнут. Ибо Христос не только наставляет, но и дает благодатную духовную силу исполнять то, чему Он учит. Христос – это вечная молодость. И Он зовет детей и дает им силу не одрехлеть духом, навсегда сохранить радость, бодрость и крепость духа. Но, обратите внимание, Христос, только Он, Христос, Спаситель мира, поможет детям, да равно как и взрослым, вообще всем людям, сохранить радость, бодрость и крепость духа. Слово Божие не дает духовно состариться. В противоположность Ему и Его мудрости, то есть мудрости Христовой, существует школьное, схоластическое воспитание, все усилия которого направлены на то, чтобы как можно скорее сделать из детей стариков. В пример переводятся старики, старческий образ мысли прививается как единственно правильный, и детские сердца сморщиваются от старческого скепсиса и пессимизма. Конечно, надо пояснить, дорогие мои друзья, здесь речь идет именно о таком чисто материалистическом школьном воспитании, которое действительно иссушает порой детские сердца и умы. Именно насаждает такой старческий скепсис и пессимизм. Вместо того, чтобы уподобиться детям, старики делают детей подобными себе. Сами не войдут они в Царствие Небесное, и детям войти не дадут. Поэтому и слышим мы повсюду жалобы, что молодежь переживает депрессию и отчаяние. Да благословит и ободрит Господь детей наших. Вот такое ободряющее и в то же время глубоко правдивое письмо святителя Николая Северского Велимировича. Здесь можно добавить еще совет выдающегося подвижника веры 20-го столетия преподобного Паисия Святогорца, который также в русле всех святых отцов, которые до него так или иначе касались этих тем, говорит, «Помогите детям прийти ко Христу. Сделайте максимально, вы, родители, все возможное, чтобы дети ко Христу приблизились. И только Господь сможет поддержать их, дать им радость, бодрость и крепость Духа». Часто преподобному Паисию задавали такой же вопрос, который стоит наверняка перед каждым родителем. Когда мы видим, что в силу возраста, в силу какого-то переходного возрастания, каких-то процессов, ребенок начинает протестовать против родителей, вообще против старших, и в том числе против веры своих родителей. Как в такой непростой ситуации все-таки помочь ребенку веру не потерять? И вот преподобный Паисий Святогорец, в частности, говорил, «Если ты говоришь своим детям о Христе Пресвятой Богородице и о святых, и ребенок не принимает твоих слов, то стань перед иконой Спасителя, перед иконой Пресвятой Богородицы, и со слезами говори Христу о своих детях». То есть, если ты не можешь детям в тот или иной момент говорить, то есть они не принимают, внутренне отторгают твои слова, «Христу и Пресвятой Богоматери говори о детях, говори со слезами, с сердечной болью, и знает Господь, как смягчить их сердца, как укрепить их веру и любовь к Нему». Да поможет нам в этом милосердный Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...